Приветствую вас и пожалуй каждый эксперт даст вам свое мнение по данному вопросу, я могу только лишь высказать свой взгляд на вашу проблему и в первую очередь помимо всего прочего мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вас воспитывала мама. То есть вы росли в неполной семье. И вот этот фактор, также того, что ваша мама или пыталась заменить или заменяла вам вашего отца является основным. Дело в том, что к сожалению, если мальчики воспитываются в семье мамой, то есть в семье воспитываются мамой, то они очень часто обладают скрасно таки вот этой вот вашей неуверенностью в себе, стопором, достинчивостью и так далее. При этом эта засечивость, она прямо пропорциональна тому, насколько вам это общение важно. То есть вот вы пишите, что не умеете нормально общаться при разговоре с коллегой, даже с друзьями, особенно с девушками, одолевая состояние стопора. Вот особенно с девушками пишите вы, и это, конечно же, означает, что у вас есть неуверенность в себе. Ну и в принципе то, что вы пишите дальше, точно об этом говорит, об этом свидетельствует. Что нужно сделать? Вам нужно для начала понять, что вот тот факт, что вы воспитывались своей мамой, на вас так повлиял. Раскрыл ли он ваши потенциальные особенности, были ли бы вы таким же при отце, нам уже неизвестно, да и не особо важно. Сейчас вам нужно осваивать мужскую модель поведения, и для этого вам нужно двигаться в двух направлениях. Первое направление касается, значит, того, что вы выбираете себе образ, образец мужского поведения, то есть ведете себя так, как бы вы хотели. То есть кем бы вы хотели быть, кем вы видите себя именно вот в идеале, каким вы видите себя в идеале мужчины. Ответ на этот вопрос, по-моему, поможет вам сформулировать направление, сформировать его и начать двигаться в него, для того, чтобы соответствовать ему. Дальше. Второе направление, которое вам можно посоветовать, оно касается непосредственно того, в чем вы не уверены. То есть вот, состояние стопора, незнание, что сказать, покраснение, заикание, это следствие неуверенности в себе и следствие определенных страхов. Значит, страхи нужно осознать. Перенести их из области магических представлений, то есть неосознаваемых, в область реальных представлений, когда вы могли бы осознавать, чего именно вы боитесь. То есть боитесь ли вы показаться глупым, боитесь ли вы показаться там нелепым и так далее. Все это, как вы, наверное, понимаете, идет в уверенность в себе, в смотринку, в достоинство. Над этим всем вам нужно работать. То есть в зависимости от того, что у вас не дотягивает до нормального уровня, вот в зависимости от этого, и нужно, собственно говоря, себя вести. Дальше. Следующий момент. Вы пишите, что, значит, вы не можете поймать спокойное состояние, где вы настоящий. И как будто ставите барьер от других около себя. Значит, вот этот момент тоже очень важен. Значит, где вы настоящий? Вот, вы общаетесь, например, со своими родными, с мамой. У вас это состояние есть? Думаю, что нет. Мама вы чувствует себя именно тем самым настоящим. Подумайте себе, почему. Почему вы чувствуете себя с ней настоящим? Потому что, наверное, знаете, что она примет вас любым. Примет таким, какой вы есть. Она ничего от вас не требует. И вы знаете, что она, ну, в общем-то, в курсе всех ваших латонистов и недостатков. Она знает вас. И с ней вы уверены в себе, потому что понимаете, что она вас любым примет. Вот эта вот уверенность в том, что вас примут любым, в принципе, и другие люди, ее нужно в себе воспитывать. Исходя из понимания того, как вообще-то говоря устроено общество, как вообще-то говоря и на что ориентируются люди в этом обществе, что им важно от человека, что им не очень важно, и так далее, и так далее. А понимание этих моментов плюс осознание того, какой вы настоящий, а настоящий вы тогда, когда вы спокойный, когда вы с мамой, когда вы, вот, общаясь в кругу, например, своих родных, это состояние нужно постепенно, потихонечку расширять. То есть, потихонечку переносить его, жена, других людей. И самое близкое здесь, это ваши друзья, раз они вам друзья, значит, вы с ними дружите, дружите, ну, наверное, не первый день, и между вами тоже сложилось какое-то отношение, да, какие-то взаимоотношения. Значит, эти друзья ценят в вас что-то. Ну, нужно понять, что они в вас ценят, что им в вас нравится, чтобы вы это развивали, чтобы вы в этом добивались новых успехов. В зависимости от того, чего вы боитесь, в зависимости от того, чего вы опасаетесь, вам нужно ставить себе цель, осознавать свои средства, то есть средства, которые вы можете использовать для достижения этой цели, и в зависимости от условий ее достигать, ее добиваться. Дальше. Следующий момент, это то, что вам необходимо вообще, говоря, понять, вот в каком именно аспекте начинаются проблемы с общением. То есть, где именно вы чувствуете плохо? Если, например, с вами разговаривают люди, если, например, вы чувствуете, что они вам что-то говорят, если вы слышите, что они вам говорят, как вы себя чувствуете в этот момент? хорошо или плохо? Испытываете ли вы какие-то проблемы или нет? Если вы испытываете не сам фоткодавансы, это нужно сказать, то почему? Вы хотите этим людям понравиться, вы хотите этим людям как-то выдвать в них расположение, да, и так далее. Вопрос. Зачем? Почему у вас такая сильная заинтересованность в этом аспекте? Понятно, что вам, девушка, понятно, что вы хотите, чтобы вас уважали, но вы стремитесь к этому, вы хотите этого, и вы не можете, потому что потому что у вас есть излишний чрезмерный интерес в данном направлении. И поскольку этот интерес чрезмерный, ну, надо понять, что вы хотите через это общение добиться. Вот вы говорите, получаете удовольствие от общения. В чем заключается это удовольствие? что он вам приносит? Дело в том, что общение помогает человеку, вот знаете, лучше конкретизировать, лучше обобщать знания о мире, знания о себе, знания об окружающих. в свою очередь обобщение, вот это вот, обобщение знаний, обобщение там, конкретики, да, познание о каких-то вещах, терминологическое просвещение, лексическое развитие и так далее, способствует чему? Способствует тому, что вы лучше можете выразить свою мысль. Человек может хорошо выражать свою мысль тогда, когда он знает ее от и до. Например, например, если вас девушка сбросит сколько времени? Ну, просто вот девушка сбросит сколько времени? Вы впадете в ступор? Понятно, что вы будете переживать, понятно, что вам будет дискомфортно, но вы все равно скажете ей это время. Вы скажете ей его. Потому что вы знаете его на все сто процентов. И вот знания обобщения точные данные о каких-то моментах необходимы необходимы успешного общения. А успешное общение необходимо для этого самого обобщения. То есть чем человек больше общается, тем у него более точные данные, например, об интересах людей, именно поэтому люди, которые общаются очень активно, знают, как найти подход к любому человеку, но и обобщение также зависит от общения. И для того, чтобы как-то работать над обобщением, вам нужно для того, чтобы поговорить, вам приходят в голову мысли. Мысли это понятно какие мысли. Как вы думаете, почему в спокойном состоянии вам приходят в голову мысли какие-то? А не в спокойном состоянии таких мыслей нет. Почему? Потому что спокойное состояние рождает непринужденность, непринужденность рождает творчество. Творчество это очень личный процесс. И понятно, что творчество может быть не воспринято людьми. А мысли, которые вы знаете наверняка, данные, которые вы знаете точно, они не уйдут в зависимости от вашего состояния. Они будут с вами, потому что это не творчество. Это то, что есть наверняка. И вот вам нужно повышать уровень того, что будет с вами всегда. Это может быть и интерес других людей, это может быть какие-то знания, это может быть какая-то заученная шутка, это может быть какая-то заученная история, которую вы несколько раз повторите, чтобы на автомате уже ее рассказывать. И так далее. То есть как некий какой-то базис, базис, вот, обобщение, чтобы выступать с ним во взаимодействии с другими людьми. Полагаю, что у этого базиса у вас нет или есть, но он недостаточно развит, и в этом тоже кроется ваша проблема. Далее, конечно, можно сказать о комплексах, далее можно сказать о том же крывом. Когда вы, например, не можете общаться с девушками, то вы не до конца идентифицируете себя как мужчина, когда вы не можете общаться с друзьями, вы не до конца идентифицируете себя как друг, и когда с коллегами, то, соответственно, как деловой партнер. Все это, вероятно, идет из комплексов, которые идут из детства. То есть у вас проблема в общении. Раз человек проблема в общении в нашем детстве он был отгороден от этого самого общения. Почему он был отгороден? Либо ваша мама как-то специально изолировала вас, либо в детстве у вас были какие-то страхи, какие-то инциденты, которые оттолкнули вас от общения, которые почастнули вашу неуверенность в себе, ощущение, что вы можете, что вы имеете право общаться с людьми и так далее. То есть что-то с вами произошло. Вот это что-то нужно разобрать. Раз вы имеете ученую степень, значит вы учились не только в университете, но и в школе. Раз учились в школе, значит вы находились в естественной среде общения. И вот по какой причине там вы не общались со своими сверстниками нужно разбирать. Детские страйки вполне вероятно начинают вам сейчас претендировать в себя как полноценного участника живого общения. Чтобы этого не было можно и нужно работать над ретроспективой в детстве. Вот в принципе те моменты с которыми вам нужно поработать. Значит давайте немножко подытожим, попробуем собрать в некую такую последовательность. На самом деле это даже не последовательность, а всего лишь набор. Потому что работать можно абсолютно с каждым элементом вне зависимости от работы с другими элементами. Это просто чтобы вы знали. Значит первое область вашего страха. То есть с какого момента так начинается и постепенный перенос нормальной формы общения на проблемную область. Второе это значит сбору вашей неполноты семьи, понимание того, что дала вам мама, понимание того, чего не хватает вам освоение мужского образа поведения. Соответственно выбор идеала мужского поведения. Если это не обладает, значит что-то другое. Ориентация на мужской образ поведения поможет вам получить общее направление своей деятельности и корректировки поведения. Далее как вы наверное догадываетесь проработка детских страхов возможно комплексов. Ну а комплексы всегда практически идут из детства. Следующий момент это выявление интересов, то есть вашей заинтересованности в общении и соответственно понимание и осознание того, что вы хотите получить об этом общении кроме самого общения удовлетворения ваших интересов в этом. далее неуверенность в себе и проработка этих моментов в чем неуверенность почему как можно это неуверенность купировать. Вот такие моменты вам нужно усвоить для того чтобы работать над собой и чтобы как-то себе помочь. Справитесь сами хорошо, не справитесь на личную консультацию либо со мной либо с любым экспертом которого вы выберете это вам облегчит труд ускорит процесс и я думаю избавит от всевозможных проблем. На этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен и сделаете его лучшим желаю вам всего доброго и удачи до 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 Продолжение следует...